Целый ряд жилищно-коммунальных проблем обрушился на жильцов многоквартирных домов по улице Совхозная в Мархе. Люди живут на горе мусора и в океане канализационных вод. Причем отмываться от всей этой грязи тоже затруднительно, ведь в квартирах нет даже холодной воды. Бесконечная ходьба по инстанциям не решила ни одну из этих проблем. Тему продолжит Марьяна Кутукова. В многоквартирных домах по улице Совхозная 8 и 9 в Малой Мархе сейчас в основном живут пенсионеры. По их словам, проблема с канализацией, водопроводом и уборкой мусора была всегда. Однако в последние годы ситуация усугубилась. Если сейчас в одном доме канализация хоть как-то работает, то во втором она пришла в негодность. Вся вода с квартир стекается под дом. Из-за накопившихся канализационных вод в доме оголилась ароматура на сваях. Там лужи, но это не лужи от дождя, это канализация у нас течет. Люди отсыпают своими силами, чтобы пройти вот сейчас вот эта женщина, да, она прошла подсыпанным щебенком. Мы самостоятельно отсыпаем щебенком все это, чтобы хоть как-то проходить и детям было хотя бы попасть домой нормально. Всю композицию накопившихся канализационных вод дополняет мусор. Управляющая компания «Арктикострой» не убирает его месяцами, жалуются жильцы. Мусор разбросан практически по всей территории дворов. Плюс к этому еще больше хлама добавляют разобранные сараи, на месте которых местное руководство обещало построить модульную котельную. Она должна обеспечить дома теплоснабжением. Ну а ситуацию с водопроводом жители комментируют так. Отопление перекрыто сейчас уже и воды у нас вообще никакой нет. Всю воду покупная у нас вода. Каждая бочка стоит 250 рублей. У каждого по семье, у кого как, у кого по три, по четыре бочки уходят в месяц. Видимо, таскать воду с бочек в благоустроенные квартиры жильцам придется еще некоторое время. Как сообщили в администрации микрорайона, в отличие от котельной, вопрос с водопроводом еще открыт. Сейчас идет работа по проектной сметной документации. Эта теплоэнергией занимается совместно с СГХ. Будет установлена новая модульная котельная в районе этих домов 289. По подаче водоснабжения вопрос пока открытый, но я думаю, тоже решится. Мы как администрация на всех совещаниях этот вопрос ставим. Что касается ремонта канализации, то его обещают сделать до конца этого года. Несмотря на то, что в фонде капитального ремонта он был запланирован на 2019 год. Буквально 23 мая было протокольное поручение выдано садовникам Дмитриевичам. В ближайшее время департамент жилищно-коммунальных хозяйств разработает это распоряжение. Будут выделены средства. В принципе, уже смета у нас готова. Я думаю, в ближайшее время будет уже произведен ремонт. Стоит подчеркнуть, что в поручении речь идет не только о домах по адресу совхозная 8 и 9, но и ряда других тонущих домов. Эта проблема актуальна для многих жителей домов в Мархе. Марьяна Кутукова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова